всем привет мы сейчас находимся на стримфесте сейчас идет застройка площадки и у нас великолепный сюрприз к нам в гости пришел очень известный игрок который олдскульный игрок который играл за первый состав virtus pro вы его наверное уже все узнали и рады это виктор филимонченко оказали ведь привет рад тебя видеть здравствуйте уважаемые телезрители я рад вернуться и снова предстать перед вами ведь расскажи чем ты вот занимался с тех пор как ушел из нашего внимания так сказать мы тебя потеряли когда ты бросил играть в counter strike чем ты все это время занимался ну сразу хочу сказать что закончил я свою игру в той же команде в которой начал это была virtus pro только в начале этого был руководитель ирина семенова рунча сейчас как я знаю это является антон черепенников под ником снег вот значит после этого периода я решил построить жизнь свою по-новому и решил заняться программированием у меня были достаточно большие успехи то есть у меня есть по прежнему работающий сайт для крупной компании но почему я не продолжил этим заниматься дальше потому что это не так интересно как если сравнивать данный момент то с игрой то есть почему именно программированием ты учился до этого да вот когда до counter strike а может быть учился или как-то еще в детстве когда мне было семь лет меня папа отвел в школу программирования и там я освоил азы языка программирования но тогда это сами понимаете 7 лет это не тот возраст когда нужно заниматься такими вещами и я достаточно быстро покинул это заведение но мой аналитический склад ума позволяет мне принципе заниматься этим свободно но для начала все равно окончил курсы при банке и вот занимался программированием после этого сделал пару работающих проектов перешел на психологию занимался психологию чтобы лучше познать окружающий мир себя в первую очередь какие-то обновить цели своей жизни потому что опять же программирование закончилось и нужно было какое-то дальше приложение по жизни искать и психология тебя привела назад как бы к с интересом в интерес к играм психология она не только привела меня к интерес к игру она меня позволила по-другому взглянуть на мир в том числе на мир каунтер страйка то есть по-другому взглянуть на игроков как они играют как взаимодействие какие в команде должны быть потому что даже virtus pro я являлся можно сказать психологом потому что команда это коллектив и в коллективе достаточно много происходит ситуации которые требуют психологического внимания так сказать вот и поэтому это хороший опыт перед тем как чтобы заняться какой-то деятельностью неважно какой принципе вот ты бросал наблюдать за контр страйком за контр страйк сцены пока вот ты бросил играть ушел программирование потом психологии бросал ли был момент такой когда версия 1.6 это та версия на которой я закончил играть она заканчивала свое существование и появилась версия от counter strike go source я пропускаю версию потому что она принципе как турнирная дисциплина да она не состоялась и первое время было не особо интересно потому что первый была новая игра во вторых я в ней не играл и то что там показывали команды это было больше похоже на игру в детском детей в детском саду спустя какое-то время начали подниматься призовые потому что вначале там и призовые были маленькие и да соответственно можно было попасть команду в которой была бы также заработная плата но хочется побеждать и естественно когда сейчас уже идут турниры по миллиону долларов призовые то это еще больше стимулирует чтобы как раз создать себе то необходимое задел в будущем в плане финансов чтобы успешно развиваться вот это как раз вернуло твой интерес потому что соревновательный counter strike вернулся да соревновательный контакт вернулся начало опять большая популяризация и но что больше всего меня задело во всей этой ситуации что с нашего момента как исчезла наша команда virtus pro то есть до нас была команда м-19 которая выигрывала тоже чемпионаты мира и она была легендарной командой россии которая в принципе защищала честь страны после того как можно сказать полномочия команды из нас передала нам команде virtus pro российскому коллективу мы соответственно дважды становились чемпионами мира то есть мы продолжили эпопею защищая честь страны нашей россии вот и что меня больше поразило что при большой нашим при такой огромной стране при большом количестве талантливых людей у нас не набралось после того как команда virtus pro перестал существовать в российском ее коллективе так и не нашлось замены до достойны не тоже достойны то есть по сути мало того что не достойной команды так еще и всех русских и российских игроков я вот последнее время много играю с иностранцами и они по-прежнему считают что русский это если он попался в команде в микс в микс то это значит в принципе игра проиграна и все такое и они очень сильно удивлялись когда мы Мы выигрывали, когда мы выигрывали, они очень сильно удивлялись, что вообще такие люди присутствуют. Слушай, ну давай не будем забегать вперед, я уже вижу, куда идет разговор. Нет, давай вернемся назад и вспомним про те времена, когда ты играл за «Вертусов». Вот хочется поностальгировать, хочется вспомнить. Расскажи, пожалуйста, как вообще там строилась, происходила твоя карьера, где ты успел поучаствовать? Ты, наверное, грачами побывал, да, или не бывал? Ну, как я уже сказал, я был с основания команды «Вертус Про», и, в принципе, за весь период ее существования успел и быть кикнутым из команды за избрание, за предпочтение личных отношений командным, что впоследствии, естественно, было неправильным решением. Были моменты, когда я играл, и меня звали в Америку играть за американскую команду, но я тоже отказался, потому что некоторые члены команды, можно сказать, слезно умоляли меня оставаться и не уезжать. Хотя, когда об этом узнали родители, они сказали, что… Мы не будем, да, об этом. И, значит, вот меня убрали из команды один раз, потом я в нее вернулся всеми правдами и неправдами. Дело в том, что у нас была команда, у нас все было хорошо. Мы недавно съездили на чемпионат мира во Францию, заняли третье место. Потом мы… Сейчас, главное, не перепытывают хронологию событий. Потом мы съездили на чемпионат… Потом у нас в какой-то момент не было Константина Пекинера в команде, грува. Он тоже немного дал слабину в своей игре, и мы его убрали из команды. Потом мы его вернули в команду, поехали в Китай в 2005-м, выиграли чемпионат мира. И после этого произошел момент, что я, можно сказать, неправильно расставил приоритеты в жизни. То есть, как я уже сказал, я выбрал личные отношения, и когда нужно было начинать тренироваться, я просто уехал, ничего никому не сказав. Уделял внимание девушке. Да. И в итоге… А ситуация в команде назревала такая, что, в принципе, команда, они, так как они не особо понимали всей сути моего присутствия в команде, как основного, очень значимого звена, они сделали так, что им было выгодно. То есть, например, Константину Пекинеру и Лексу Алексею Коляснику было выгодно, чтобы сменились лидерские позиции в команде. Потому что у нас капитаном был Константин, менеджером была Рунича Ирина Семенова. А после шло такое распределение, что Снуп, Борис Подвальщиков с Иваном Кочуговым, с Финном, мы были одним костяком, три человека. Константин с Лексом, это был второй костяк в команде. То есть, каждый держался друг за эти. Соответственно, Рунича держалась за наш костяк, за тройной. То есть, у нас было право голоса. И, естественно, что эти два человека, как Грув и Лекс, что, в принципе, и ребята Финн со Снуп, они, в принципе, были не против, чтобы мои лидерские позиции в команде убрать. А если меня не будет в команде и появится в Хуч, то некоторые в этом еще и выиграют. Потому что в таком случае Хуч, это игрок был Грува, Дмитрий Богданов, который. Это был игрок Грува, и, соответственно, у них костяк усиливался. А так как у нас было небольшое, ну, всегда противоботство, ну, в команде всегда есть какие-то лагеря, конкуренция. И, в принципе, это стимулирует к развитию. То есть, когда все совсем гармонично, это тоже не совсем правильно. Вот. И по такому сечению обстоятельств, то есть, я сам им дал возможность, шанс, меня выгнать из команды за плохое поведение. И они этим воспользовались, взяли их по-быстрому, куча, те сразу возрадовались. Мой костяк, Финн со Снупом, придумали сразу себе отговорки, почему они меня не поддерживают. То есть, когда я приехал обратно, он сказал, давайте я возвращаюсь в команду и поддержите. Да, он сказал, а ты вот сказал, что я на чемпионат не готовился. А я готовился. Я говорю, ну, так ты же не сыграл нормально. А, типа, неважно. Ну, ладно, думаю. Ну, конечно, было, попробовал я через рунчу это сделать, но уже решение было принято. И я понял, что сам допустил промашку, и за эту промашку принял мне самому расплачиваться. И пошел искать уже дальнейшие пути развития. Играл в команде iSports с такими игроками, как Флатра, Ромашка, Экс и брат Флатры. Не помню, какой у него ник был. И таким составом, в принципе, мы даже выигрывали чемпионат, где участвовали в Virtus.pro. То есть, мы уже начали их обыгрывать. Да, в финале обыграли Virtus.pro. Потом я еще за какие-то команды играл. Был момент, был период перед тем, как я уже вернулся в Virtus.pro. Был период, когда я играл в команде CSKA. То есть, мы сидели в центральном здании, которое на аэропорте находится. У нас было огромное помещение. Там еще помимо этого тренировались TPU Sports. Это команда, в которой играл DOSA, который сейчас по-прежнему играет. Он никуда не уходил. И, в принципе, эти люди тренировались. То есть, мы сидели в одном помещении, они очень много получили. Это, получается, CSKA вообще из спортивных клубов, первопроходец, который взял к себе киберспортсменов. Часто все нахватали себе киберспорт. Ну, сейчас я знаю, что Спартак взял себе команду Rush 3D. Динамо уже есть? Динамо с Роксами, да. Ну, я еще не знал. Знаю, что касается Counter-Strike, Спартак взяли. А что касается CSKA, да, это была первая организация. Притом, у нас была именно контрактная основа, у нас все было официально. То есть, у нас был менеджер, который был от CSKA, он нами занимался. У нас была своя форма, естественно, свое помещение. Все как нужно, как у настоящей команды. Идеальный киберспорт. Да. И, соответственно, поиграв в CSKA, меня опять заметили, я опять таланты сложно не замечать. И поэтому у меня сразу команда Virtus.pro, пока я из нее ушел, она вот за это время, если даже посмотреть, то есть посмотреть по хронологии событий, ни одного первого места, максимум это первое место они заняли на Asus. И на всех чемпионатах мира, а это самые важные, потому что российские чемпионаты, это да, СНГ, это уже посерьезнее. А вот чемпионаты, которые за рубежом проходят и которые уже к категории мировых относятся, это очень же серьезные чемпионаты. Да, и если на них команда ничего не показывает, а они были и на ВЦГ, и были в Корее, там был чемпионат на месяц, они туда ездили, месяц все команды там жили, там можно было подготовиться, но просто набрать божественную форму. И все равно никто ничего не показал, в каких-то ситуациях их обыграли, не хватило того самого ключного звена. То есть хуч не явился заменой мне. И после этого они решили, значит, что-то поменять в команде и решили меня вернуть. Ну, я думаю, что они не особо долго думали, но так получилось, что меня вернули опять же на место Дмитрия Богданова. То есть он заменил меня. Тебе вот не обидно было, что они как бы опять к тебе пришли идти к ним снова? Ну, обида старая. Дело в том, что я такой человек, который добрый и не злопамятный. То есть для меня, в принципе, важна суть дела, а не ее внешняя оболочка, которую рисует большинство людей. И для большинства людей оболочка является той преградой, которая их остановит на пути в будущее, притом на эволюционное развитие. Потому что человек, если бы я, например, обиделся и придал им это огромное значение, я бы вряд ли вернулся обратно в команду. И тогда, возможно, я не смог бы проявить себя. То есть, да, были команды, в которых мы обыгрывали лицо спорта. Но это все равно были достаточно… Я уже понимал тогда, что это менее профессиональный, и я так понимал, что это все равно временный проект. Потому что я все равно хотел вернуться в лучшую команду. А лучшей командой я, честно, считал свой дом родной. И лучшую отечественную команду. Отечественную, да. Да, я очень патриотичен. Да, в общем, все время… Это тоже было самополагающе. Да, это было очень… Да, я очень сильный патриот. Хорошо. И вот эти все прошлые твои мытарства. В итоге получается, ты за Virtus.pro еще сколько-то лет поиграл, да? Да, я поиграл еще какое-то время за Virtus.pro. И все это закончилось тем, что я вернулся в проект, мы какое-то время поиграли, но проблема была… То есть помимо того, что меня вернули обратно на Хуча, поменяли, и по идее должно было все стать нормально, но за время моего отсутствия в команде убрали из команды Костю. То есть его сделали менеджером. И меня с него взяли нелепость. Алексея, не помню его фамилию. Значит, и когда меня поменяли обратно на Хуча, мы начали готовиться к чемпионатам, и, как оказалось, проблема была не в Хуче, а в нелепости в новом игроке. То есть в чем это выражалось? Этот человек сложно умел сдерживать себя в руках во время игры, и поэтому часто игра, которая без того напряженная, особенно с сильными командами, он подогревал ее своей энергетикой, которая, в принципе, ни к чему хорошему так и не привела. И после этого получилось так, что нашли очередное, если так можно сказать, козлое отпущение в команде. Это был Борис. Снуп, хотя, в принципе, Снуп, он подтвердил свою стабильность как игрока. Может быть, он не так искусно выполнял какие-то действия, но он ценился в первую очередь своей сильной стрельбой, то, что никогда не боялся и никогда, самое главное, не сдавался. То есть это был тот человек, который всегда играл одинаково. Он не вешал нос, когда другие бы уже могли, в принципе, собрать вещи и написать в ГГ и выйти. Могу затрагивали. Да, и это было поэтому очень сильное. Подчас это самое важное, да? Да, но так получилось, что именно его убрали, потому что из всех других он оказался самым слабым звеном. Потому что остальные сумели… Поддержки не было такой-то. Никто, что не было. Я его хотел поддержать, но я был сам еще на птичьих правах в команде, потому что я только же вернулся. И говорить о том, что я уйду вместе с этим человеком, я не мог так рисковать, потому что я посвятил года полтора, чтобы вернуться, да, и все для этого делал. Поэтому я так, конечно, поддерживал морально, словами, но ничего такого экстремента. Хотя я думаю, что в тот момент можно было поставить кардинальное решение, и может быть… Но это нужна была поддержка, а я не мог 100% рассчитывать, что все так будет. Вот. И после того, как заменили СНУПа, взяли Ромшки в команду, мы опять же ездили на шоу-мачи Интела, участвовали. Нас обыграли уже даже какие-то команды. Я не хочу сказать, что команды на периферии слабее, ну, то есть бесперспективные. Но они реально слабее, у них нет того же самого офиса. Поэтому мы здесь… Условий развития. Да, тренировок с сильными командами. Поэтому здесь мы показали то, что мы слабая как команда. То есть даже при нашей всей мощи, поддержке финансовой и любой другой, мы не могли обыгрывать эти команды. И намечался раскол в команде. И проблема, она так как никуда не делась, люди начали искать проблему. И в итоге, когда проблема уперлась в саму проблему, а это была нелепость, он уже успел подговорить Фина, Йохана, чтобы уйти из команды… Точнее, не уйти из команды, а сначала выкинуть из команды Лекса. Но Лекса, как вы все прекрасно понимаете, лингдарная личность. И Virtus.pro, это сейчас мы видим, там, Нео играет, поляки, состав поляков, да, тоже, в принципе, хорошие игроки. Они, в принципе, с честью несут это имя, потому что они и хорошо играют, и выигрывают. Но это, во-первых, не российский коллектив. А что… Ну, вернемся к этому моменту. То есть хотели убрать… Не возможно убрать. Да, Лекса убрать, в принципе, из команды. Вот если меня еще было возможно убрать, то Лекса нет. И хотя мы, в принципе, оба были незаменимы для команды, что убери меня, что Лекса. Просто у Лекса еще больше… Просто он немного умнее действовал в данной ситуации. И, не получившись убрать Лекса, они предпринимают решение уйти из команды, покинуть проект, пойти в команду Форзы. А при этом появляется выбор, либо поддержать одну сторону, либо другую. То есть Ромшкин на это сказал, что он остается в команде. Соответственно, Лекс никуда не ушел. Эти двое ребят ушли. Я остаюсь в команде, и приходят на смену им Зевс и Эдвард. Тогда они уже нигде, по-моему, не играли. Ну, это бывшие игроки просто. Сейчас, соответственно, оба играют. Один в Na'Vi, второй играет в Gambit. И вот они пришли в команду. Все стало гораздо лучше. То есть мы… Это действительно сильные игроки. Они, в принципе, и сейчас показывают, что они стоили… У нас сразу поднялся уровень. Мы сразу начали… Выиграли Asus один, второй. Выиграли чемпионат мира. И еще в этот же период, в самом начале, вот как только украинцы пришли, мы еще успели российским составом на УЦГ пройти отборочные под командой «Кровь». Ну, у нас микс был из меня… Со странным названием. Название придумал я. Да, странное. Хотелось русское название, чтобы… И посмотреть, как они еще будут читать. Это КПОББ, да, КПОББ или… Вот. И, значит, мы съездили в Америку, там тоже была скандальная история, как нас, можно сказать, не дискулициировали, а сначала, в общем, при игре с американцами нас там за машиной. Там очень много… Там есть и видеорепортаж по этому поводу, в общем. В общем, судейство и сама американская сторона, в принципе, по отношению к России проявили себя, в принципе, как и должны были проявить, я так думаю. Вот. В общем, мы, в принципе, ну, мы заняли 5-8 место. Мы обыграли на том чемпионате поляков, они тогда играли под тегом, не помню под каким. А пентаграмм они были какое-то время, ну, больше, чаще всего. Поэтому, в принципе, наверное, ну, можно сейчас сказать, что Virtus.pro. Тут состав. Хотя тогда не было ни Паши. Ну, поляков. Да. Да, 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 все, да, они одни. Вот. Удачно выступили, после этого мы приехали, начали играть. Вот эти выиграли с украинцами эти чемпионаты, чемпионат мира, который был в 2007 году в экспоцентре или в 2009? В 2007, по-моему, да, в 2007. В 2007 было ВЦГ и в 2007, по-моему, было или в 2008. В общем, заняли первое место на чемпионате мира, на крупном, где были, в принципе, достаточно именитые соперники. После этого наша игра пошла на спад, но это все было связано лишь с тем, что изначально, когда украинцы шли в команду Virtus.pro, они хотели пойти втроем туда. То есть даже сейчас, если вы посмотрите, в команде Gambit, Зевс пришел, и у них тренер Кейн. То есть и тогда они были тройкой, и Кейн не был тренером, он был игроком, и они хотели втроем прийти. То есть если бы я ушел, то они пришли бы втроем. Но так как я не ушел, а меня кикать было не за что, то Кейн не смог прийти в команду. И спустя некоторое время, естественно, ребята все-таки решили его пробить в команду, и всеми правдами и неправдами, сговорами закулисными, со мной попрощались, сказав мне, что, в принципе, они все обсудили, и после очередного шоу-матча, при том я был на пике своей формы, потому что мы начинали хуже играть, а я не мог позволить того, чтобы это на меня все. Поэтому я еще сильнее готовился, играл уже лучше всех в команде, в принципе, это было несложно. Ну, у них была задача на тот момент проигрывать, поэтому, в принципе, если я, а у меня была задача очень сильно выиграть, то я очень сильно. Так они специально проигрывали, чтобы поменять состав? Они, да, ну нельзя же игрока поменять, если команда будет выигрывать. Да, если все хорошо, это будет странно, правильно? Поэтому они придумали кучу разных причин. Как история показала, в итоге, когда меня вот так вот кикнули из команды спустя год, они, в принципе, с Кейном ничего не достигнули. То есть это также можно по хронологии посмотреть, что ни одного первого места, тем более первого места, это было бы известно, даже, по-моему, в тройку они не заходили ни в каком чемпионате мира. И под конец года они поехали на каникулы и их благополучно заменили на других игроков. И после этого в киберспорт, получается, не возвращался, да? Я пробовал свою команду создавать. Я играл за команду Фарзиэда с теми же игроками, которые ушли из Virtus.pro, то есть с нелепостью, с Финном, со Снупом. У нас даже почти собрался старый состав Virtus.pro. Но, опять же, возвращаясь к проблеме, которая была, когда была нелепость в команде, она никуда не исчезла и в Фарзах. И наступил один критический момент, когда человек, а он уже стал капитаном в этой команде. Я, в принципе, не председал на высокую роль. Мне, в принципе, хватало своей игровой роли. То есть мне нравилось совершить дела в игре, а не там командовать. Хотя, в принципе, скрытно я руководил и напарником своим Финном, и во время придумывания раундов, и во время игры я всегда говорил, куда нужно идти, где никого нет. И, в принципе, в большинстве случаев угадывал. И даже у нас в команде был такой прикол, что я единственный был игрок в команде, который удивлял своих игроков команды. То есть начинается раунд, грубо говоря, на карте, проходит какой-то буквально секунд 15, и через 15 секунд я говорю, я у них на респауне. Команда врага ничего об этом не знает, мои ничего об этом не знают, но я у команды на респауне. И у всех все время был вопрос, как это у меня получается. Никто не мог найти ответ на это. Дэвид Блэйн. Да. У нас 5 минут осталось. Переходим к самому важному. К самому важному моменту, к сюрпризу, ради которого, собственно, весь этот разговор. В итоге ты сейчас наблюдаешь за CSGO сценой и пришел к мысли, что ты хочешь вернуться. Вообще я наблюдаю уже в течение... Ну, то есть вот только первое время каунта в CSGO я не наблюдал, а все остальное время, то есть последние лет 6, наверное, я постоянно следил, смотрел за развитием команды, кто куда переходит, как играет, какие тенденции в мире. По картам. Карты сменяли одну на другую, добавление какие-то апачи на оружие, в прыжки стрелять. То есть все это я видел, за всем... Да, я это все следил и начал выстраивать уже свою игру. И больше всего, что мне хотелось, это чтобы была российская команда, которая выигрывает. И я так и не смог найти команду, за которую я смог бы болеть. Ну, не там болеть, мне не нравится слово. Я не знаю... Да, переживать, сопереживать, да. То есть, можно сказать, участвовать вместе с ними. И вот последний год я очень плотно подошел к процессу анализа игры всех топовых команд. Подготовил уже, можно сказать, самое лучшее, что показали лучшие команды. Придумывал на основе всех проанализованных данных уже свою игру, что-то новое, что я привнесу. И, в принципе, это будет уникальным даже на данный момент, потому что игра еще очень сильно не раскрыта. Чтобы раскрыть Counter-Strike 1.6, прошло лет 10, наверное, прежде чем люди действительно начали понимать игру. И сейчас люди только близко подходят к тому моменту, как играть в нее. Я со стороны очень... У меня было много времени, чтобы подготовиться. И я готов принести и свое новое, и, возможно, что-то забытое старое, что, в принципе, было в свое время эффективным, позволяло команде Virtus.pro выиграю Чемпионата мира. В общем, вот он громкий анонс. Ты возвращаешься в Counter-Strike, в большой Counter-Strike. Ты возвращаешься... Хочешь каким образом вернуться? Стать частью какого-то коллектива ныне существующего? И у тебя есть уже мысли, в какой бы ты хотел вернуться? Или же ты будешь что-то свое делать? Я бы, конечно, с удовольствием вступил бы в какую-нибудь большую организацию в роли играющего тренера, потому что даже если мой период игры продлится недолго, самой игровой карьеры, и даже если я буду всего два года играть, то потом, чтобы остаться на роли тренера, мне нужны игроки, которых я буду знать в игре непосредственно. То есть это будет уникальный такой опыт, потому что играющий тренер таких команд мало, в которых тренер является еще и лидером и игроком в команде. То есть это, я думаю, мне поможет набрать оптимальную команду. То есть у меня еще нет сейчас пока кандидатур. У меня есть примерные... Я смотрел за разными игроками в России, но могу сказать, что даже... Это обязательно будет больше 18+, потому что нужно, чтобы окрепшие психи... психологически и разумно все-таки должен быть крепкий человек. И не знаю насчет из тех, кто раньше играл. Скорее всего, нет. Больше я отдам предпочтение людям, которые смогут мне показать, дать видимость того, что они являются перспективными. И это не обязательно будут те люди, которые сейчас играют, будем считать, в лучших командах России. Они не являются лучшими, естественно, в мире, но будем говорить правильно, что лучшие команды России, это не факт, что это будут игроки именно из этих команд. То есть, возможно, это будут команды из 10-й команды России. И, может быть, кто-то о этих игроках даже никогда не слышал. Будет очень любопытно. И я не могу закончить на этом интервью. Мы будем дальше разговаривать потом. Продолжение. Конец первой части. Часть вторая, наши беседы, потому что нам пришлось прерваться из-за возможности камеры. Мы полчаса беседовали. Да на кофе. На кофе-брейк у нас был. Вот, значит, остановились мы на чем? На том, что ты будешь искать, себе команду подбирать. Подбирать команду, только я не пойду, естественно, уже в какую-то команду. Я хочу найти, подыскать организацию. Которая доверит тебе сбор команды с нуля. Да, доверит мне сбор команды с нуля. И я буду полностью осуществлять все действия, связанные с... А организация будет российской? Да, естественно. И так как я являюсь патриотом России, все игроки в команде будут русские. Из России. Не обязательно русские, но из России. Рожденные в России, будем так говорить. И, естественно, я хочу, чтобы организация была российская. Я хочу, чтобы... Хочу поднять российский Counter-Strike на тот уровень, который был раньше. И, возможно, даже еще выше. Потому что сейчас это все очень конкурентоспособна. Команда способна... 35-е место команды в рейтинге по мировому. Способна обыграть команду в первой тройке. И эта игра тем и интересна, что она достаточно непредсказуема. И все уже зависит не только от вашего умения стрелять в голову, количество времени уделенного, но еще и активной мозговой деятельностью, которая проявляется анализом. Большим анализом игр. А у тебя уже есть на примете какие-то организации? Мне уже посчастливилось, как я уже сказал, играть в команде ЦСКА. То есть эта ЦСКА была первым открывателем в киберспорте. И если бы мне предложили возглавить подразделение киберспорта именно по игре в ЦСКА, я бы с радостью принял это предложение. И почему-то, мне кажется, так и будет. Так, интересно. И что, никакой интриги, а другие команды? Вот у нас есть сейчас... Спартак уже есть. Спартак уже имеет команду. Динамо, я слышал, имеет... Контр-страйка нет еще. Контр-страйка нет, да. Не знаю, в принципе, я как фанат вообще, в принципе, раньше болел за Спартак, когда занимался футболом профессионально. У меня медалька есть за футбол. Ты профессионально прям занимался? Да, я вот как раз в момент, когда я занимался... Не пошел, занимался программированием. Я с 7 лет до 11 занимался профессиональным футболом, большой футбол играл. Мы занимали призовые места на первенствах в Москве. То есть получается, все, за что ты берешься, у тебя удается. То есть в этот раз тоже что-то крутое должно получиться. Ты как вообще предвкушаешь? Ну, в этом можно не сомневаться. Отлично. Значит, у ЦСКА есть очень большая мотивация тебя взять. Ну, я говорю, я не привязываюсь конкретно к какой-то конкретной организации. Просто будем считать, что мне это приснилось, и почему бы и нет. А если твоя бывшая команда, которая сейчас в тренде, во все играет, Virtus.pro, они не привязаны никакому спортивному клубу, но тем не менее в CSGO они очень популярны. Да, если они решат, позовут тебя, чтобы ты собрал им опять чисто российский состав и вторым составом являлся у Virtus. Интересный вопрос. Тут на него можно неоднозначно ответить, но я думаю, что вернусь, и даже здесь не нужно думать, потому что это, как я уже сказал, родной дом, организация российская. Я думаю, что даже если такое будет продолжение, то, естественно, польскую команду, польское подразделение никто отодвигать не будет. Возможно, это будет два играющих состава, просто наш будет чисто отечественный. Вот, да, у меня тоже такие мысли появились, потому что, чтобы тебе тоже прийти в какую-то организацию, сказать, да я, в общем, все очень здорово сделаю, я подготовлен, ребята, для этого нужны какие-то люди, которые раньше следили за твоей карьерой и сразу тебе поверили и позвали. А это как раз Virtus.pro. У меня на это есть, естественно, альтернативный план. Я не мог готовиться и не продумать варианты развития событий, что связано с командой, потому что это не дуэльная игра, и мне в любом случае нужно будет искать игроков. Даже если в первое время у меня не будет организации, у меня уже есть, в принципе, и название для своей команды. И это я пока оставлю в секрете. То есть у меня есть название команды. Это кровь какая-нибудь. Нет, все теперь гораздо проще. Теперь мы нашли гению в простоте. То есть в любом случае развитие пойдет. Я в любом случае наберу игроков. Я знаю, что очень много ребят отзовется тех, кто захочет играть в моей команде и кто будет доверять мне. Потому что я могу сказать, что время и много прошло, но я у меня, в принципе, доставлюсь на игры на часов. Я каждый день играю, поддерживаю форму. В принципе, могу фору дать любому российскому игроку на АИМ-карте в плане тактической подготовки. То есть настало то время, как раз, когда я сам готов. То есть теперь у меня уже нет поползновений, что может быть все-таки программированием, может быть не лезть сюда, а может быть стать стримером и просто комментировать. То есть я пришел к вам, именно к своему любимому порталу игровому. И чтобы во всеуслышание заявить о том, что мои намерения серьезные и будет поддержка. В тримах мы тебя не увидим, да? Очень жаль. Почему? Может быть увидеть в целях популяризации и что-то рассказывать о своей команде. Почему бы и нет? Это могут быть какие-то, может не обязательно прямой эфир, но это могут быть какие-то, не прямые включения, а какие-то записи, которые, например, с наших тренировок. Потому что многим будет интересно посмотреть, как развивается. Потому что… Особенно если в ЦСКА, там вы заедете буткэмпом. Ну, в принципе, да. Но если будет организация, да. В принципе, даже если в Virtus.pro, я думаю, что эта организация хорошая, и она сделает не хуже условия, а может даже лучше, потому что там сейчас работают люди, которые, в принципе, меня знают. и я думаю, что… Ну, в принципе, я найду общий язык с любой организацией. Ну и у них, да, у Virtus.pro production еще такой хороший, там в любом случае будет стрим. Да, конечно. То есть… Очень все здорово будет. Мне, знаешь, очень хочется… Я понимаю, что Counter-Strike, Virtus.pro, ностальгия, но мне хочется очень задать тебе еще вопрос, который вот интересует. Ты вообще за культуру… Мы сейчас готовимся к стрим-фесту. Здесь, да, будет фестиваль завтра. У нас Good Game сейчас уже дальше… Даже стал больше стрим-площадкой, чем с сайтом, да? Да, я на сайт заходил, и там для стрима была обведена одна полосочка, и она была так еще не очень изобильна, то есть не так неудобно крутилась. Потом ее сделали, там, что можно и скроллинг крутить, еще что-то с ней делали, делали, и в итоге все пришло к тому, что просто заходишь, и это реально то место, где можно найти стрим на любой вкус. То есть я там и смотрел и стримы по героям, тварины, и шахматы от Боничи, по-моему, кстати. Надо было ему сказать. Я… Сказать пару. Да, потому что я шахматы не особо… Вот. Но вот благодаря ему я уже… У меня есть просто друг, одноклассник, который, ну, отец учил играть в шахматы, и я тут посмотрел пару стримов, приехал раз-раз, и он такой думает, да, нечего, да, научился. Да, так что можно, конечно, в принципе, на любой вкус, то есть можно, я не знаю, там… Также, в принципе, симпатичные девушки стримятся. Какие, например? Не в «Панда», по-моему. Нет, я не стримаю. Я не про себя намекаю, но мне правда любопытно. Симпатичная. Спасибо. Я не помню по никам, вот. Просто я так случайно зашел. Некоторые, конечно, немного не в деловом виде это делают, если честно. Ну, как говорится, привлекают, чем могут. Не в деловом прикиде. Да, да. Обливаются молоком и все такое. Да, у нас кто-то молоком обливался. Черт, я пропустила. Я вижу на самом деле этих движений, если честно. Вообще, какие больше всего у вас стримы нравятся на Good Game? Я смотрел стримы Майкера. Это Михаил, он по Warcraft, я помню, когда там каждый сам за себя интересует посмотреть. Потом вот они кооперативные. Интереснее всего смотреть, когда команда играет на стриме. То есть вот они командой проходили. Doom, я помню, проходили. Quake, ну не Quake, Doom, по-моему, проходили. Притом они сначала начали, до выхода, они сначала для разогрева начали с какого там, с первого играть. Вот, это было весело смотреть. А потом уже, когда вышел, они играли уже в свою игру. Ну, Diablo, да. Ну, Diablo не так, наверное, все-таки интересно. У меня нет. Почему, знаете, у меня даже где-то на компьютере сохранен аккаунт со второго Diablo максимального левела с хорошими вещами. Он сохранен. И я даже не знаю, зачем, но я же это же не зря. Это как медалька, можно сказать, которая вот, она у меня лежит. Я знаю, да, вот. И я, да, работал для этого. Ну, вот. Так что… Ну, и вообще, если так сказать, то из игровых порталов… Ну, в России никто сейчас не занимается ощущением. Единственное, что на Good Game мне показалось, вот стримы стримами, да, но вот эта новостная полоска, она мне, может быть, мне показалась маловатой. Но это, наверное, исходя из того… Нам, редакторам, тоже кажется, что маловато, но стримеры, они нас притесняют. Но стримеры в этом деле главные. Ну, а ты вообще статьи, новости читаешь, мы не зря стараемся. Я читаю, конечно, статьи, захожу. Притом, почему интересно? Потому что остается читать, ну, в основном читаю новости про Counter-Strike, и это HLTV.org сайт основной, который там и все матчи, тоже у них стримы. И почему как раз сравниваю с новостной полоской, потому что у них как раз большая часть в новости отдана. У них стримов нету. У них нет, у них тоже есть стримы, они там почти на каждом. Но у них это сделано немного по-другому. У них важно, чтобы человек сделал акцент на конкретный матч, например, на какую-то новость именно об этом матче. А у вас все-таки более всеобъемлющий портал о всех дисциплинах. Да, и, как вы уже правильно заметили, что это стрим. Больше стрим. И вообще, я считаю, что вот это движение, оно даже не то, что моднее, я думаю, что это прогресс, это эволюция. Потому что движение, жизнь в движении. Нельзя статичную картинку постоянно людям показывать и говорить, что она вкусно пахнет, эта морковка, и хрустит, когда ее едешь. Подводим уже мы к тому, что мы пригласим завтра всех на стрим-фест, хотя, наверное, скорее всего, интервью я не успею выложить до стрим-феста. Я думал, что стрим-фест уже сегодня будет. И было очень интересно увидеть все это мероприятие до его... А теперь приходи завтра. Ну, я не обещаю, конечно, но... Мало ли. Да, возможно, приду. Здорово. В общем, от тебя последние слова к комьюнити, к гудгейму. Я думаю, что еще что-то осталось, что сказать, да? Я в первую очередь хочу сказать, что я очень рад снова вернуться. И то, о чем я сейчас говорил, это не просто какая-то цель, которую я себе поставил, чтобы ее совершить, а это моя мечта. И когда для человека мечта не просто слово, то он делает для этого все. Он не жалеет ни себя, ни других. И поэтому, если вы захотите со мной иметь дело, не шутите. Здорово. Спасибо тебе большое. Увидимся еще и не раз, я думаю. Всем пока. Пока.